Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Дмитрий из компании Русская Монета. Сегодня мы с вами поговорим о скупке значков времен СССР. Дело в том, что компания Русская Монета начала продажу значков в своих киосках, в печати, в магазинах небольших, куда мы поставляем товары. Поэтому мы решили начать скупку значков у населения. Итак, в июле и в конце июня 2019 года стартует скупка значков у населения. Мы предлагаем вам принести свои, показать свои коллекции. Для этого вы можете использовать наш телефон WhatsApp. Телефон WhatsApp 8 925 517 3425. Можете сфотографировать свои коллекции ваших значков, выпила ваши или собрания, как-то вы храните их, я не знаю как. Выслать нам на WhatsApp и мы сделаем оценку и предложим вам какую-то цену за эти ваши значки. Но если вкратце говорить о значках, то хочу сказать, что мы сейчас в основном скупаем значки самые простые. Это алюминиевые значки, потому что они самые дешевые и пользуются достаточно большим спросом у людей, которые подходят к нашим магазинам и киоскам. Но мы не отказываемся от воли дорогих значков. Кто вообще не в тени, скажу, что значки, они, во-первых, отличались тиражами, но тиражи очень многих значков неизвестны. Были значки, которые продавались в киосках печати. Значки, которые продавались в киосках печати, на них всегда есть цена. То есть на этих значках всегда есть цена. Давайте посмотрим внимательнее. Допустим, на этом значке стоит 23 копейки. Это значок посвящен Олимпиаде 80. Есть значки, которые продавались какими-то организациями в подарок своим сотрудникам и так далее. То есть на всяких конференциях, съездах выдавали значки. Есть значки, которые посвящены каким-то видам деятельности. Допустим, вот значок судьи. Потом есть значки, которые тематические. Предположим, вот машины у меня собраны. Дальше Олимпиада 80. Всевозможные значки. Детские бывают значки, алюминиевые. Самолеты, предположим, тема. Знаки Содиака, предположим, вот есть тема. Ну и так далее. Корабли, самолеты и прочее. Чем же, как же не отличаются по цене между собой? Ну, самое простое надо посмотреть, есть ли на значке цена. Если цена есть, он сделан из легкого сплава, из алюминия, то, скорее всего, значок очень дешевый. И в закупке он будет стоить дешево. Если же значок не имеет цены, то есть шанс, что он уже сделан меньшим тиражом, даже если он алюминиевый. Вот. А если значок на вид тяжеленький, вот я не знаю, вот этот значок КПСС, наверное, выдавался участникам съезда, скорее всего. Потому что, хотя нет, вот 10 копеек написано. 10 копеек, значит, он все-таки продался в свою печать. Ну, вот тут не поймешь. То есть, надо посмотреть сначала, есть ли цена или нет, тяжелый значок или легкий, алюминиевый или не алюминиевый. Вы тогда поймете. Еще есть значки старые, каталожные, которые вы можете найти в каталогах, редкие значки. Это 20-е, 30-е, 40-е годы, военные значки всевозможные. Но для того, чтобы сильно не мучиться, вы можете просто ваш вымпел целиком сфотографировать, прислать нам на WhatsApp и получите какую-то цену. А дальше продавать или не продавать, это ваше дело. Единственное, хочу сказать, что самые-самые простые значки, которые массово шли, допустим, там, Октябрята, Пионеры, Ударник, Труда и всякие города всевозможные, которые миллионными тиражами, не знаю, какими там тиражами выпускались, они очень мало стоят. И оптом сейчас их можно купить на рынках по 5, 6, 7 рублей. Иногда даже дешевле. А вот значки уже тематические, там, всякие кораблики, самолеты, машины. Более интересные политические значки, которые там более редкие. Вот, допустим, вот такой значок, вот такой значок, политический значок, которые не такие частые. Это уже, все это более 10 рублей стоит, там, 10, 20, 30 рублей бывают цены. Но, в общем, в целом, надо оценивать от объема, от количества. Есть значки, которые стоят 100, 200, 300, 500 рублей. Вот, пластомер, сейчас здесь таких значков нет, потому что я здесь показываю вам исключительно алюминиевые значки. Вот значок, допустим, на подвеске. Но цена его тоже небольшая. Это, как вот, выдавали юбилейную медаль, также сделали юбилейный значок, 30 лет побед, предположим. Есть еще и монеты. Но, вообще, тема значков очень интересная. Мы, я думаю, будем в будущем освещать всякие виды значков. Но для начала, вот я вам объявил скупку. Еще раз пишите на WhatsApp 925-517-3425 ваши предложения. И мы их рассмотрим и, по возможности, будем значки покупать. Всего хорошего. С вами был Дмитрий из компании «Русская монета».